Всем привет, меня зовут Сергей. В одном из прошлых уроков я показывал, как сделать ретаргет файла захвата движения и сервиса DeepMotion на стандартный RIG Blender Rigify. Ретаргет мы делали для того, чтобы почистить мокап. Сегодня я покажу еще один интересный способ ретаргета и анимации в Blender. В прошлый раз мы использовали промежуточный RIG из пустышек. В этот раз нам понадобится скачать аддон. Этот аддон бесплатный и скачать его вы можете, как обычно, по ссылке в описании. Если вы поставите в графе цена 0, вы получите его бесплатно. Но если вам это будет полезно, то вернитесь позже и отблагодарите автора хотя бы пары долларов. Здесь есть три версии аддона, я использую самую последнюю. Устанавливаем как обычно. Далее используем персонажа с RIG RIGify. Это уже знакомый вам RIG из урока по ригингу в Blender. В качестве источника анимации возьмем уже знакомый вам файл захвата движения и сервиса DeepMotion. Я напомню, что с помощью этого сервиса можно сделать файл захвата движения, а ниже Motion Capture, сокращенно mockup, из видео. Импортируем его в сцену. Изменим размер и поставим эту галочку. Сдвинем его немного. Откроем еще одно окно. Изменим его тип на Retarget Animation Node. Возьмем New, чтобы создать новое дерево нодов. Жмем Shift-A, Object, Target and Source Object. Появившиеся ноди, в окошке Цель выбираем RIGify, а в окошке Источник выбираем файл BVH из сервиса DeepMotion. Жмем Bind. Теперь нам надо связать отдельные кости. В Pause Mode выбираем кость Hips в риге Источнике анимации. Зажатым Shift щелкаем по второму ригу. Переходим в Pause Mode и выбираем у него контроллер торса. Если у вас не получается выделить через Shift второй риг, то снимите в меню Edit эту галочку. Когда у нас выделены две кости, жмем Create Bone Node from Selected Bones. Появилась еще одна нода. В ней мы можем видеть название скелетов и костей, которые мы соединили. Сама нода называется так же, как и кость целевого рига, на которой мы делаем ретаргет. Напомню, что при ретаргетинге анимации, все конечности у Rigify должны быть в режиме прямой кинематики. В полях Location, Rotation и Scale мы можем делать смещение анимации. Scale в большинстве случаев лучше вообще не трогать. Если мы покрутим значение Offset в поле Location, то мы можем изменить положение рига Источника. Если покрутить значение Offset в Rotation, то мы изменим вращение. При этом анимация все так же будет проигрываться. Это похоже на то, как мы крутим сферы пустышки при ретаргете старым способом. Свернем эту ноду и сдвинем вверх. Выберем теперь верхнюю часть ноги у Rigify. Выберем через Shift верхнюю часть ноги рига Источник. Снова жмем Create Bone Node from Selected Bones. Появилась уже знакомая нам нода. Посмотрим, как все это работает. Как видите, в некоторые моменты нога в Rigify ведет себя неадекватно. Чтобы понять причину, надо перейти во вкладку Animation и посмотреть Graph Editor. Выделим ногу рига Источника. Обратите внимание, у этой ноги тип вращения Эйлер. Точно она вращается по трем осям X, Y и Z. У Rigify нет ключей анимации, поэтому Graph Editor пустой. Поставим ключ на вращение. Посмотрим Graph Editor. В этом случае, тип вращения Кватернионы. Что это такое, чем отличается от Эйлера, это большая тема для отдельного урока. Сейчас достаточно знать, что именно в этом проблема. У обоих ригов, при этом способе ретаргета, тип вращения костей должен быть одинаковым. Чтобы это сделать, вернемся к началу. Удалим риг Источник и ноды. Заново импортируем файл BVH. Только в этот раз в окошке Rotation поменяем значение на Кватернион. Выберем любую кость импортированного скелета и посмотрим Graph Editor. Теперь все кривые вращения в режиме Кватернионов. Начнем заново ретаргетинг. Добавим ноды. Укажем целевой риг и риг Источник анимации. Свяжем их. Выделяем по парам кости в риг Источники и контролы в Rigify. Жмем Create Bone Node from Selected Bone. Проделаем эту операцию со всеми костями. Ноды лучше сразу располагать так, чтобы в них не запутаться. Я делаю так. В позвоночнике голова сверху, руки по бокам, ноги внизу. Ноды для правой стороны, естественно, справа, для левой слева. Если конечности целевого рига принимают неправильное положение, попробуйте нажать On Bind, а затем снова Bind. Так же как в методе с мета-ригом из пустышек, в этом случае можно редактировать вращение костей. После того, как все кости связаны, можно сохранить этот пресет в отдельном файле. Теперь, если в следующий раз вы захотите делать ретаргет на идентичных ригах, вам не надо будет заново соединять кости. Можно будет просто загрузить нужный пресет и нажать кнопку Connect Selected Bone Nodes. После того, как вы сделали ретаргетинг, можно запечь анимацию для регифай и сделать чистку мокап. Как это делать, вы уже знаете из прошлого видео. В аддоне есть функция запекания анимации, но с регифай она у меня не захотела работать. Поэтому я воспользовался стандартной функцией Блендера. Давайте теперь попробуем сделать ретаргетинг со скелетом в формате FBX. Для этого используем всем известный сервис Миксама. Импортируем файл с анимацией. Перед началом ретаргетинга, выделим скелет из Миксама и посмотрим на вкладку Transform. Вращение по оси X здесь равно 90 градусов. Из-за этого ретаргетинг будет неправильный. Жмем Ctrl-A, Rotation. В остальном все действия остаются такие же, как и в прошлый раз. Создаем дерево нодов, указываем целевой риг и риг источник анимации. Жмем Bind и начинаем связывать пары костей. После того, как все кости связаны, сохраняем пресет для использования в будущем с другими персонажами. Как видите, ноги у персонажа с Rigify немного плавают, хотя у персонажа с Миксама такой проблемы нет. Чтобы это устранить, я частично применил способ ретаргета с пустышками. Создаем пустышку Куб и уменьшаем ее. Создаем пустышку Сферу и также уменьшаем. Переименовываем их. Выделяем сферу через Shift-Куб. Жмем Ctrl-P, Object. Продублируем пустышки. Копии также переименуем. Теперь назначаем Constraint и CopyLocation и CopyRotation пустышки Кубу. В поле Target указываем риг от Миксама. В поле Bone указываем кость ступней. Повторим то же самое со вторым кубом, только для другой ступни. Откроем в редакторе ноду торса и уберем галочку с Location. Назначим этой кости Constraint CopyLocation. В поле Target указываем риг от Миксама, поле Бон, кость Хипс. Выберем контрол инверсной кинематики для правой ступни Rigify. Назначим ему два Bone Constraint, CopyLocation и CopyRotation. В поле Target у обоих Constraint укажем пустышку-сферу на правой ступне. Повторим то же самое для другого контрола для левой ступни. Теперь переключим кости в режим инверсной кинематики. Ступни вывернулись в другую сторону. Чтобы исправить, крутим пустышки-сферы по локальным осям. Теперь сделаем видимыми полюсы инверсной кинематики. Назначим им Constraint CopyLocation и подключим его к ногам скелета у Миксама. Поставим галочку на Offset. Теперь эти полюсы будут двигаться в соответствии с положением коленей рига из Миксама. А значит и колени и ригифай будут также двигаться. После всех этих манипуляций ноги у ригифай больше не скользят. И можно запечь анимацию. Давайте теперь сделаем ретаргет с Миксама на персонажа из характер Креэйтер. С этими персонажами есть одна сложность. У них некоторые кости перекрывают друг друга. Надо просто подвигать кости и ненужные для ретаргета скрыть. Импортируем персонаж с Миксама. Не забываем, что надо сбросить трансформацию вращения. Связываем скелеты и кости. У персонажа из характер Креэйтер кость головы такая маленькая, что удобнее ее выбрать в аутлайнере. После подключения всех костей мы видим проблемы с руками у целевого рига. Это потому что дефолтные позы у скелетов разные. Ригифай был в Т-позе, поэтому такой проблемы не возникало. Разработчик аддона советует в самом начале ставить целевый риг в нужную позу. Но можно просто в нужных нодах покрутить параметр Offset Rotation. Если из характер Креэйтер вы экспортируете персонажа в Т-позе и ваш риг источник анимации по дефолту тоже в Т-позе, то это делать не надо. Этот метод ретаргетинга имеет свои преимущества. Он быстрый, удобный и можно сохранять пресеты для ускорения работы. Но есть и недостатки. Надо быть очень внимательным с начальной позой в скелетах. Также, так как все привязки в локальных координатах, позиционирование костей при ретаргетинге анимации может быть не таким точным как при методе с пустышками. Но несмотря на его недостатки, в каких-то случаях я буду его использовать. Я сделал несколько пресетов для этого аддона. С их помощью вы можете быстро сделать ретаргет анимации с миксами DeepMotion на Rigify и персонажей из характер Креэйтер. Напишите в комментариях об опыте использования этого аддона. Знаете ли вы еще удобные способы ретаргета анимации в Блендер? Ну конечно же не забывайте о лайках и подписке. На этом все. Всем хорошего дня. Удачи. Продолжение следует...